Ну, можно просуваться интенсивно. Кстати, что у тебя по пониманию написанного здесь? Ну, эти вот две я не просмотрел. Ну, что у тебя, допустим, по началу понимания? Ну, что, я вот думаю за цих двух воронов. Мы же забрали, что это Ария и тот, так? Ну да, но и да, и не да, и совсем не да. Почему? Потому что они, скандинавы, называли воронов Хукин и Мунин. И можно, допустим, одного понимать как мысли Бога, а другого как промысла. Если вдалбливаться в глубины тех концепций, которые там путались и перемешивались до того, как сформировались современные версии скандинавской мифологии. Ну, так же само, как, допустим, Свертлхейм, или тот же самый Нифельхейм, то ли Нибельхейм, то ли Сверхачетверть мудрости. Уже не разобрать, что было взято изначально за основу, однако понятно, что слова, образы, понятия и сопутствующие им идеи перемешаны чуть ли не в произвольном порядке. Вот где-то так и тут. Чи можно говорить про то, что, например, на этом изображении с польской... Украинско-польский стул вообще-то. А шкаф, который не совсем шкаф, это там другое. А, со стульчиком, да? Там целый набор. И это вот на спинке стула. Вот арка и спина стула. Спина стула. А вдоль самого стула еще изображение Нави, Яви и Мацариславы внизу. Так можно стерчивать, догадывать, что это, возможно, и не Чернобоги и Белобоги, как мы говорили тогда? А так вероятнее всего все. Почему? Потому что скандинавская мифология с Хугиным и Муниным она очень поздняя и в более древних версиях всегда отделялась, что вот если рядом со Всевышним, то это можно считать, что это истонбог и числобог. Если где-то ниже, то тогда уже стилистически не считается. Вот здесь, на французском изображении, здесь возникает вопрос, однако также понятно, что он их как бы держит за руки, как бы не пускает. Поэтому вроде как Чернобог и Белобог. С другой стороны, видишь, у каждого из них по зверюшке в руке. Поэтому есть и такой, может быть, вариант, что он их не удерживает, а как бы поддерживает, держа за руки. А зверюшки, соответственно? Соответственно, Белобог и Чернобог. То есть создатели этого кельтского изображения не оставили инструкцию. Что касается того, которое на соборе, то птицы, которые сверху, уж очень напоминают истонбога и числобога по своей символике. Потому что вот они сверху как бы смотрят на мир. И в таком контексте, всевышний в центре, сверху истонбог и числобог, снизу Белобог и Чернобог. В таком контексте оно соотносится. Вот эти два элемента, они не соответствуют истонбогу и числобогу, они соответствуют Белобогу и Чернобогу. По-другому даже можно сказать, что скорее вот эти два крыла можно символически соотнести с истонбогом и числобогом. Исходя из некоторых древних гимнов, есть также такое понимание, как то, что истонбог и числобог являются крыльями Всевышнего. Правда, есть и гимны, в которых символически Белобог и Чернобог называются также крыльями Всевышнего. Но это отдельная уже история. Ну так, но я не знаю, может ли я ересю какую-то скажу, но природа, ну я не знаю, как это объяснить, вроде Арии до Тота относятся так, как Белобога до Чернобога. Но я маю на увазе, что если огненное начало и водяное начало, то и Белобог и Чернобог тоже мают такую схожую. Нет, не так. Огонь невозможен без воды, а вода невозможна без огня. Так, как и Чернобоги и Белобога. Не совсем так. Огонь никогда не противоречит воде, это только очень примитивное здесь проявление, такое огня можно затушить водой. А на самом деле, вот Солнце, сколько туда воды налей, ничего не затушишь. Более того, из воды можно выделить водород и использовать его тоже в качестве огненной природы. Поэтому здесь скорее как взаимоперетекание без чёткого противопоставления вообще. Это правь и мудрость? Ну да. И дальше я уверен... А там Белобоги и Чернобоги? Ну что, разрушение и создание. Да, они как взаимодополняют, однако они всё равно и... Перетекают. Не как они, как они перетекают. Что во что, ты что? Белобог всегда думает, как прибить Чернобога. Чернобог как прибить Белобога. Правда, Чернобог прибить Белобога мечтает именно методом разрушения всего, что он там нас создавал. А Белобог думает, а вот давай упорядочим нафиг. Ну для Чернобога это равно смерти, поэтому... Так вот... Ситуация такая... Ладно. Эту концепцию можем и дальше когда-то ещё разбирать. Однако вот конкретно по обложке старшей Эдзи... Ну а цей сюжет я не знаю там, где вкручивание чего-то в гору. Ну да, сюжеты интересные. Но мне даже не важны их сюжеты, мне важна символика, которая здесь есть. Во-первых, ты видишь, что несмотря на всю низкокачественность данного изображения, не в плане современного электронного варианта, а в плане изначального. То есть и лица прорисованы негармонично. Тут даже Караслава не надо, чтобы в чертах лица заподозрить какие-то элементы дворового алкоголика. Ну что ж, вот так изображали средневековое товарищи. И надеюсь, боги их за это простят. Однако... Трезубцы видишь? Вид. Где? Раз... Два... Три... Четыре... Пять... Шесть... Э... Семь... Ну, борода не знаю, как борода. Ну, наверное, тоже. Ну, вот раз, два, три. Ну, хотя... Тут уже там на девять, наверное, раз. Три... Мотрезубец. 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 Ммм... Голова и два голода. А? Ну да. Шляпа сама. Рога. Нет. Чего? Рога не трезубец. Раз, два, три. Чего? Ну, это центр. Это просто изображение коровы. Это уже... Это уже лишнее, я думаю. Так мы во всём можем начать. А если оно там есть, то что делать? Нету. Считаем, что нету. Ну, хорошо. Вот смотри, я за то, чтобы... Вот если видно, что вот на шляпе искусственная такая шеобразная штуковина, то вот это считаем трезубцем. А если просто один глаз, второй глаз и посредине нос, то это считаем естественной особенностью. Хорошо. На трубе. Есть. Ага. Вы имя... Ну, вы коровы три, вы четыре. Так что это искусственно. Хорошо. Грива. Грива. Ну, да. Раз, два, три. И вот ещё тоже. Да. Твоим интересуются. Да. Здесь. Это понятно. Раз, два, три. Двери тоже. Ну, да. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, да. Ну, вот так. Ну, вот Один. Вы как троица. И вообще Один с триединой постоянно шапкой вот этой. Как видим, и самые разные версии, но шапка почти всегда у него триединая. Что так просто выступ, что так уже конкретнейший образный тризуб, что так тоже относительно такое просто стилизированное. Тут как корона, но тоже троица. Тут даже крылья и центральный выступ и так же само везде троица. Ну, три проявления Одина там. Причём интересно, что вверх. И я ещё хочу на другой нюанс обратить твоё внимание. Видишь, на этих изображениях изображена между Одином и Солнцем некая связь. Ну, да. Это похоже как на мысль змея из пупка. Ну, что-то там. Рахмы, блоты. Да. Ну, вот другое изображение. И так же само соединённость есть. Вот тут тоже. Так оно везде там. И вот на здесь везде есть. Просто там другие были изображения. Где хотел я этот нюанс подчеркнуть. Хотел подчеркнуть нюанс. Ладно. В общем, суть ещё в том, что такая же ситуация прослеживается из изображениями Тора и из ещё изображениями некоторых, так сказать, скандинавских богов, которые на самом деле являются проявлением Всевышнего. То есть, ну, как показано, что он и есть он. Вместо некого знака равенства изображают вот эту палку. Ну, не палку даже, а такую стебелёк лотоса из пупка. Ну, вот видишь троицу. А теперь, допустим, берём ту же самую вот эту шапку триединую, сравниваем с изображением из уже Европы, культ ретры, рахманская традиция Радагаста, изображение правия. Такое же триединство, как и здесь. Ну, это скандинавский гавилен, а это изображение. Ну, вот священное копьё в культе правия и в культе Олдина. И видим здесь ещё даже перекрёсток сварки изображён. Даже вот здесь копьё так построено, как будто. Да. А здесь солнечные знаки по всему щиту. Смотри, сам щит – точка в круге. И плюс ещё знаки точки в круге даже слышали. И так, что видно три их. И четвёртое – это похоже на то, что… А, смотри. Здесь нехорошо изображено. Да, а там есть тринадцать. Здесь почему спустя на тринадцать? Что значит? Возьмёмся сейчас немного за сам вот этот дом Вальхалу. Ну, то, что композиции везде, где вот в Олдина даже птица на голове изображена. И сравниваем с египетским изображением. Здесь изображён Всевышний к проявлению Птах. И у него за спиной птица, которая формирует его трон. Здесь два волка и два ворона. Здесь по две пары львов. Львы внизу, львы вверху, если ты присмотришься. То есть группа Белобог и Чернобог, группа Истанбог и Чеслобог. Вот и здесь так же самое. Белобог и Чернобог, Истанбог и Чеслобог. Шапки вот эти длинные, где по обе стороны крылья. Шапка Одина, египетские короны Осириса. Вот это, несмотря на то, что оно стилизировано очень сильно, но вообще это два пера богини Маат. Матери птицы. Я тебе помнишь, рассказывал, что бога беса на короне. Но у него вся корона из перьев. А у Осириса два пера таких больших, почти как крыла. С двух сторон основной короны. Ну и у него ещё роги и на изображении Ходина иногда тоже это есть. Сосматриваем домик. Так называемый Вальхалу. Видишь, подписано? Ну это значит Вальхалу, да. Оно самое. В современных книгах по мифологии вот это представляют как Вальхалу. Подписывают. Вальхалу. Однако у меня великое сомнение. Да, это взято с тех же рукописей. Однако это может быть, допустим, тот же Трудельхейм, обитель Тора или ещё какая-то. То есть там уже у каждого бога как свой небольшой замок. И вот то, что это конкретно Вальхалу, у меня большое сомнение. Потому что по самим эдическим вот этим рукописям есть тоже вот картинки, где изображено, что такое Вальхалу. И вот это вот эта церквушка такая некая с трезубцем сверху. Видишь, здесь большой такой качественный трезубец на пирамидальной крыше. Здесь уже очередно дом перестроили и пирамидальную крышу заменили таким полусферическим каким-то элементом. Там нет всё равно осталось. Ну да, то есть поэтому я и предполагаю, что это последовательные этапы реконструкции какого-то сооружения. Причём это может быть даже не Вальхала как мифологический элемент, а храм Одина, то ли храм Вальхалы, может храм Велеса даже. Ну какой-то важный для какой-то из групп тех скандинавов, которые стали прототипом общепринятой германо-скандинавов, какой-то важный храм. Если по стилистике, то вероятнее всего, что солнечный храм Всевышнего. Если по названию Вальхалы, это связано с богом Вольхом, есть у него планета, которая называется Вальхалака. Подозреваю, что скандинавская Вальхала является сокращением от ведического Вальхалака, планета Волха. Видишь, трезубец уже поместили на вот этот купол. А здесь купол переместили сбоку и уже не один, а два, а три зубца изобразили. Ну а тут и дерево, смотрите. Где? Ну вверх. А в обоих случаях это одна и та же картина. Типа вот она Вальхала, а там далеко за Вальхалой что-то происходит. Но нам сейчас то, что там дальше происходит, не интересно. Интересна сама Вальхала. Видишь, во-первых, тройственная асимметричность Вальхала как постройки. Во-вторых, и троица, вот здесь видишь, головы как головы богов. А здесь, над вот этими кругами, которые вверху арок, еще два шарика. Кто отсылает нас к первой картинке, где три шарика просто по центру. Три круга какие-то. Ну все это знак Троицы. Таким же, по сути дела, является Рейховское знамя мира, которое вот является знаком эзотерика у многих. Вот такая или что? Да, только в круге еще. Сама по себе, если взять же за основу, то как одна вообще постройка. Здесь я привожу в параллель индийский храм, который увенчан также, в принципе, трезубцем повторяющимся. Плюс здесь соединен некий элемент, который современные историки могут назвать фаллическим, и элемент пирамидальный. Собственно, что и здесь также соединены схожие конструктивные элементы. Ну, это видим, что это храм. И вот по такому оздоблению Вальхалы тоже у меня серьезное возникает впечатление, что это не мифологическая обитель богов, а что это реальный храм. Здесь понятно, что в таком небольшом относительно сооружении не может жить там десятки тысяч энхерий или сколько там, сотни тысяч павших воинов. Они просто здесь не поместятся. Здание двухэтажное, в принципе. То есть первый этаж сто процентов понятен. Второй как бы уже на полупристроечных таких правах присутствует. Ну и, возможно, даже на третьих где-то чердачные небольшие элементы идут. Вот как храм небольшой, оно реально все соответствует. Сказать, что это Вальхала, что там тысячи воинов, ну представь себе такое. Ересь сплошнейшая. Где они там поместятся? Ну, если там нет таких законов материи. Нет, тогда мы уже за другое говорим. Тогда мы уже можем что угодно объяснить, что там нет таких законов, что там другие законы. Однако в скандинавской мифологии, кстати, о других законах ничего не говорится. Там наоборот, все описано очень реалистично, в прямой аналогии с нашим миром. И по их представлениям Вальхала ничем не отличается от земли по своей сути. Там они также дерутся в таких же телах, с таким же оружием. Просто, ну, тела может чуть лучше, оружие может чуть лучше. Дерутся не с врагами, а сами с собой во славу Одина. И каждое утро все равно воскресают, а каждый вечер друг друга зарезают насмерть. Другое, вот смотри, ты знаешь, что на храмах религий, как правило, изображают то, что для них было священно. То есть, если получается, что на скандинавском храме в трех случаях одинаково изображены трезубцы, ну или трезубообразные знаки, может это руна Кси или руна Шана таким путем стилизированы. Явно видно, что это трезубец, а какой символизм ему уже предавали, я не могу сказать. Мы знаем, что христиане крест изображают индусы, одни изображают тризуб, которые шиваиты. Кришнаиты часто изображают знак сансары или чакры, то есть, ну тоже солнечный знак, по сути дела. Есть те, которые изображают, ну да, это уже современные почти. Однако, здесь изображен тризуб, то есть, символом скандинавской религии можно считать тризуб, который вот на их храме изображен по их же рукописям. Однако, вот видишь, это хранится сейчас в Московском историческом музее на Красной площади 3, солнечная арка с изображением триединого Птаха Солнца Бога. Вот он как правий, здесь его фигура максимально симметрична, здесь он как, допустим, дачбог и здесь как тембог. Почему именно это значит? Тоже можно думать, что вот он там как Ра, а вот Аль и Истонбог. Видишь орнамент? Что, орнамент? Да. Орнамент по тому, что он симметричный как с одной, так и с другой стороны, это некий знак, который сейчас можно назвать знаком параллельного переноса. То есть, если бы здесь уже был другой, другая личность, то орнаментально как-то бы что-то сделали бы, чтобы показать, что не так. Допустим, не ровно вот так центр орнамента к центру орнамента, а допустим здесь центром, а здесь боком вот этим или еще как-то так. То есть, как-то бы подчеркнули, здесь они все три в одинаковых кружках, что показывает, что это как бы и есть проявление Всевышнего. Истонбог и Чеслобог, Белобог и Чернобог подозревают, что здесь. Видишь, две птицы смотрят на мировое древо, которое по центру. Видишь? Ну, видишь, и да. Вот. И там еще сверху еще одна такая же рамка находилась. Ну, отчасти это можно сравнить вот со скандинавской Эддой. Здесь как раз получается, что изображение вот этих птиц присутствует в таких же кружках, как и изображение Одина. Однако, на обложке Эдди в этих кружках не только изображение птиц, но и изображение Солнца. Видишь? И здесь тогда можно понимать, что этот кружок принадлежит Солнцу, Одину Всевышнему, а птица – это его типа обслуживающий персонал. Также здесь, как можно сказать, что Солнце – это летит на этих птицах, что также взято из древних космогонических концепций. Но идем на изображение, как раз второй вариант изображения Вальхаллы. Здесь Один, у которого на голове трезубец на шапке. Здесь некая непонятная фигура с поднятыми вверх руками кси-образным путем, над которой в чем-то, что можно считать солнечным диском, находится кси-образный тоже знак. И по бокам два Солнца. Подозреваю, что это также имеет одно и то же значение в обоих случаях. Ну вот, почитаемая в Скандинавии корова Аудумла. Вот она же, как корова Хадхор, богиня, мать мироздания в египетской культуре. И тут она выкормила, родила мир. И тут так же самое. Здесь еще Аллатара рядом изображен. Или храм стилизированный под него. Ну а вот непосредственно сюжет, когда Аудумла здесь вылизывает и выкармливает первого великана. А здесь выкармливает и как бы поддерживает космическую структуру мироздания. Но это скандинавские, это египетские варианты. А кто внизу? То есть Всевышний. Как его зовут? Ра. А на данном изображении? Световит. Ну и да, и не да. Да, потому что аналогичная иконография схожа с иконографией Световитха, если брать славянский аналог. Однако тут он именуется Хеймдель. По скандинавской мифологии рог является как бы в большинстве атрибутом как бы Хеймдель, однако часто с рогом изобилия изображается и фраер. Ну вот здесь приведены аналогичные славянские изображения. Также приведено еще одно изображение прагия и еще целый ряд изображений прагия. Ну там они сзади еще. Видят, что на этих изображениях общее. Корона. Корона. Корона с первично триединной символикой, однако перерисовывая, некоторые допускали, как видимо, отклонения. Крылья на ушах. Да. Корона, видишь, тоже состоит из перьев. Ну или таких элементов, стилизированных под перьями от Сереслава. Щит в виде дубового листа, и что на нем? Ну, наверное, яйца или миры, или другие шарообразные. Вообще это символ того, что Прайий является правителем четырех сверхочетвертей и девяти планет. Ну, как бы, само по себе, что он уже правитель четырех сверхочетвертей и уже, как бы, включает и девять планет. Однако мы же все-таки живем в этой Солнечной системе, поэтому есть и уточнение. Позднее также уже стали изображать не на щите, а на одежде у него. Ну да, это похоже как этот олень еще, который брагал. Щен и Суя. Щен и Суя. Ну, на котором написано. Цон Суя. Врагах, зародыши других богов. Ну, здесь, да. Или, как, допустим, ты увидел у князя тьмы, он изобразил себя, там, что он правитель пятой планеты. На пузе у себя написал. Ну, а здесь на икон... Що? Ну, это чо, по-моему. Да. Здесь вот на иконографии указывается, что все лишние. Ну, также крылья от головы или крылья от короны или от ушей даже. И тут так же само все. А крылатая шапка, она еще и характерна греческой иконографии. И крылатый, допустим, диск с переплетенными змеями. Так же характерно. А вот тут и шапка, и сандалик. Да. И здесь еще, видишь, перекресток Алладара, который позднее стал... Ну, вообще, стал или не стал, потому что изначально этот знак был известный, и он был на многих древних предметах задолго до Великой Британии. Однако, когда там, как объясняется, что флаг Великой Британии возник из того, что соединялись флаги Англии, Шотландии, Уэльса и так далее. Здесь такое объясняется. Ну, однако, я подозреваю, что они это все-таки делали, чтобы сделать нечто похожее. Причем, не знаю, понимали ли они, что это сварга, или просто думали, что это древний мистич. Узнаете? Угу. Кто? Что? Что означает? Духовный... Духовный хих. Я понял. Нужно читать Алмар Аси, тогда не будет духовного хих. Как вы видите, здесь у нее есть ряд особенностей, которые характерны трезубцу. Ряд особенностей, которые характерны геральдической лилии, и ряд особенностей, которые характерны геральдическому орлу. Ее мелкое изображение было очень-очень страшным и ужасным, и я с одним праведным славянином мы ее воскрешали. Ну вот много часов пошла на это, так? Да, да благословить Всевышнего за праведное старание, и да подарить ему возможность найти свой разум и осознать Всевышнего за праведный труд. А вам нужно медитировать на нее, ну и развиваться. Ну, это моя руна, потому что она присутня в моем мире. Ну, как бы да, и как бы не только да. Вообще эта руна не приватизирована. Ну, я понимаю, что... Да, и главное, потому что нужно духовно развиваться. Поняли, что с ней делать? Разумела. Что? Что? Расскажите мне. Как? Как? Направлять тут все пишем и... Снова, не рассказывайте мне общее определение, которые являются краткой квинтэссенцией того, что я рассказывал. А вот вы берете этот предмет, и что вы с ним дальше делаете? Встали перед собой. И что дальше делаете? Я думаю, что имея ряд изображений и образов, вы прекрасно понимаете, что волшебные звездные врата не открываются, и вы к Всевышнему на солнечную ладью не взмахиваете. Так же? Поэтому реальную картину что вы будете делать? Что я буду делать? Я буду смотреть на нее, и буду думать, как мне духовно развиваться. Хорошо. Что такое сосредоточение? Ну, концентрация думок на... Хорошо. Что такое концентрация? Как вы будете на этом знаке концентрироваться? Просто смотреть? Ну, вагу свою засорадок и все права и все думки... Все думки... Короче, нужно проходить по каждому... по каждой из виленей. Нужно осмыслять взаимодействие каждого элемента. Нужно вычленять каждый элемент, рассматривать его как самостоятельный элемент, возвращать в общую композицию, потом брать несколько элементов, вычленять их, рассматривать их в частности, возвращать, смотреть, как оно работает в общей сложности. По сути дела, вы знаете, чем Леонардо да Винчи занимался? Живок. Ну, по сказках для умственно отсталых детей нынешней эпохи так и пишут. На самом деле, Леонардо да Винчи больше времени провел, ковыряясь в трупах, которые он только мог найти. Ковыряясь в трупах, он как раз и вынимал элементы, рассматривал, как они работают. А потом по живым людям смотрел, как это работает в общем. У него все увлекает? Нет, он был разумным человеком просто. Но он хотел понять, как работает окружающая его реальность, в частности, как работает человеческое тело. А никак лучше не понять работу человеческого тела, как не поковырявшись во всех его нюансах. Так и здесь. Или как ученые, даже не ученые, механики разбираются в машине. Они ее берут, разбирают, собирают, смотрят, как работают каждые отдельно взятые элементы, как они работают в общей сложности. А можно опыт ровный у вас попросить? Да, вы его сделаете. Я срублю? Да. Это не моя складная задача. Задача осуществима и почему бы нет? Вот один праведный славянин осуществил праведный подвиг, помогая мне ее полностью реконструироваться. Да благословит Всевышний Ра каждую секунду его потраченную на этот процесс. Но давайте теперь вы составите текст описания. Сейчас? Можно не сейчас. А слезутся, что лапы птахов? Здесь? Угу. Да. Я же вначале вам что сказал? Вы сказали за птаха. Сказали за ней и за... На самом деле птаха это да, а лилия это уже современное название геральдистов и это по сути дела бред. Это никакая не лилия, это просто один из знаков триединства. Часто фрактализирующийся знак триединства, чего здесь в принципе предостаточно. Больше того, здесь также есть еще и знак Ратай. И здесь еще есть руна Шана, есть руна Щара, есть руна Ар, есть руна Тверадо и ряд других рун. Вам предстоит выковерить все эти смыслы и составить описание. Описание, что где находится, чьи описания? Описание, что где находится и общего философского смысла. И вот как первые анатомы разрезали человеческое тело, доставали кость и смотрели, как она выглядит, что с ней делать и как это все есть. А потом думали, как это работает в контексте общего целого человеческого тела. Так прошу и сделать вычленение ряда отдельных элементов, осмысление их в отдельности, встраивание их в совокупность с несколькими другими элементами, вычленение их совокупного смысла, потом встраивание в общее целое и осознание общей работы. Что это такое? Что это такое? Не знаю, это как из поруда. Сколько? Храмы или что-нибудь. Крайней мере, из Исааки еще такие. Ну, да. Ну, что это? Я не понимаю. Это одна из штуковин измайловского Кремля. Измайловский Кремль это, в принципе, в Москве. Ну, как бы, можно сказать, что не в центре Москвы, а в сравнении с человеческим телом, вот я здесь внизу стою и вот оно такое здоровое. Ну, я вас там не бачила. Что? Ну, теперь уже бачу там. Здесь еще есть колокол. В своих частностях здесь идея четырех измерений сварги, колокол как знак разделения вследствие движения единой альности на реальности. Ну, и, соответственно, если делать разные вот такие смысловые срезы и осмыслять отдельные элементы, потом встраивать в общее целое, осмыслять по несколько вместе и так далее, то здесь также мироздание и лидическое описание мироздания проявляется прекраснейшим образом. Так что тоже вам предстоит осмыслять. Я вот в Радах, а в общем, у меня все тоже. Кто это? Мать Роженицы. Ану. Рада Роженицы. Как ее называли греки? Ну, не Роженицы. Это наша маза. Просынаетесь уже. Что? Просынаетесь уже. Так я только засыпаю, потому что пока вас кажется я... Я не знаю, что она Радка. Нет, знаете. Знаю? Ну, может, я уже знаю. Анатарова может поделиться на ней ближе и... Я не знаю. Посмотрите. А ну, вы же знаете проявление, как тваринки. Тваринки, зверинки, и с другой стороны людинки. Тут с обоих сторон изображения присутствуют. А тут люди. Да неважно, как греки называли Рада. Вот единственное, что важно. Три-два-один хуск. У меня ничего себе одно имя. Афродита. Какое? Афродита. А вот не Афродита. Афродита. Ну, да, ну, нет. Я думаю, что нет. Вот Афродита это как раз ну да, но нет. А чего ну да нет? Потому что это настолько сковеркано, спрессованно, разделено, искажённая версия восприятия Рады как по Лели или как Лели, что это просто... Просто страшно, как они эту версию понимания Рады исказили. Но ракушка осталась как символ Рады. Рождение из океана как рождение Ра и Рады из мирового океана, то есть из космоса Богом Нуаном оставили. Но ей присобачили кучу таких разных идей, что это просто бред и кошмар. Также греки оставили понимание, что она является женой Вселенского Творца. Но как греки исказили знания о Всевышнем, что это тоже страх и ужас. Гефест — это нельзя сказать, что это сварок. Это грех, за который тот жрец или те жрецы, которые этот бред придумали, будут ещё много тысячелетий не вылазить с процедуру псоглама. Потому что насколько они ничтожно описали Творца, то долго придётся их с головой лечить. Что? Приводать их с чувствами разумения. Ну да, долго их придётся лечить. Однако, как ещё греки называли раду? Рыла, урыла, паллада, палеля. Стоп. А палеля не называли никогда. Паллада называли. А паллада они использовали как эпитет в каком смысле по отношению к раде? Ну, паца валыка. Не так. Так. Ну, если мы говорим за греческую мифологию, то не так. Потому что па — это приставка. Паллада — это великая лада, если в славянском языке. Но греки уже не понимали разделение этого слова и взяли целиком. Хорошо. А как они ещё называли раду? Великая мать рада. Как её греки называли своими? И скажу нам язык. Знаете? Да мы ещё знаем. Доставайте. Давайте тогда с другой стороны подойдём. Имена всех греческих богов и богинь, которую вы знаете. Зевси, Юнона. Юнона может быть? Нет. И вообще, что вы такие ужасы говорите, Юнона? Извинская мифология. Нет. Ну, так для вас ужаса. А если я не занималась, то я... Что? Вы знаете. Вы не хотите себя включить. Никак. Да мы достали. Ложить на меня и сидеть на меня. Ну, так давайте, доставайте. Он уже у вас лежит, не у меня. Я достал, действительно, у меня лежит. Да вам ещё доставать. А у вас всё перед вами. Доставайте. Давайте. Давайте. Имена богов каких помните? Кронос. Кронос. Хорошо. Как его жену звали? Слоуния. В греческой версии. Я не знаю, да. Кто такая Рэй, помните? Рэй. Нет. Как греки Вересона звали в СП? Зец. Слава Богу, но что не забыли. У меня чуть сердце не остановилось. Ну, то все нормально спать и не есть, и ничего не делать, только учиться в холодном. А что там учить? Два слова во несчастном. Так. И так. Греки называли Раду также Артемада, Артемида. Артемида. Позднее. Называли. Что? Называли. Вот. Ну. Это изображение Артемида? Рады, как Артематы, Артемиды. Больше того, я вам как подсказку давал, как греки называли мать Раду. Вы могли бы сразу лингвистически попытаться пустить какие конструкции с этим именем и сразу вытащить Артемида. Я же не думала, что вы мне давали подсказку. А что тут взорвать такие истоты? А вот это вам задание найти их на улицах Одессы. А они что, на улицах Одессы? Да. А как я еду завтра, когда же их найду? Когда хотите. В следующий раз. Или мысленно. Вот. Вы можете вспоминать. Я буду только ходить по улицах Одессы с пирогом. А где их шукать? На улицах Одессы. А в каком районе? Можно начать с центрального. Ну, это правильно, скажешь, все могуще. Живы, здоровы. На музее, как могуще. Живи, здоровы. Да. И сатиры. Ну, поэтому советую найти их на улицах Одессы. Это не сатиры, нет? Сатиры – это название… А это название еще одного греческого ужаса. Ну, я хотя бы подумала, что это… Вообще, это название… Понимаете, греки – они такой народ, который не могли нормально относиться к предыдущим версиям своего же верования. И они, когда ввели ураническую реформу, они попытались всех богов унизить и записать за детек Перуну. Перуну – это триста лет не надо было. Перуну… Ну, Перун – разумный бог. Перун – разумный бог. Что? Перун – разумный бог. Что? Не, слушайте. Я все перепутала. Там же было три… Я умираю. Не умирайте, вы нам все нужны. Вы нам все нужны, не нужно умирать. А вот изображения столько грудей у Матери Рады – это чисто их? Стоп, давайте вернемся к предыдущей идее. Ведь если не разбираться с идеями, а так прыгать с идеей на идею, когда предыдущая идея не разобрана, вы ничего никогда не разберете. Ну, давайте, Зурам. Ну? Так, Сет Урн и Юран. Спочатку был Перун. Был. Был. Потом был Стрибок, а потом был Зевс. Да, то, что вы мои выражения помните некоторые – это хорошо. Ну, я просто лекции запоминаю. Да не нужно ее запоминать, ее нужно понять. Но… Потому что помнит ее даже телефон, точнее, карта памяти, ничтожный кусок пепла. Но человек ее может понять, а не только запомнить. И так… Что? Как греки называли Перуна? Что? Сердце знало. Ага. Перунец знало, сто процентов. Как индусы называли Перуна? Скажи. Какое развернутое звучание имени Бога Перуна? Перунец. 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 Итак, из имени Перунец… Перунец. А еще кто? Что? Ворону называли… Кто называл ворону? Ворону их называли… Индус. 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 Дальше этимологизируем хреческое имя. Археологи их делали. Ой… Боже мой. Ну… Ну… Я тебе загадала в трипун. А… Ну… Индус. 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 Снова ложь. Как вы не умеете? Итак, если вы знаете, что развернутая версия имени в Пархолнас… Вернее, Перунец в Пархолнас. И сжатой версией, используемой славянами-язычниками, является Перун. Дальше ее также исказили и еще больше сжали до звучания варуна индусы. То как, соответственно, могли сделать греки? Перунац, значит. А греки у нас стали литовцами. Прекрасно. Нет, ну было бы хорошо. Главное, чтобы литовцы не стали ханты-мансийцами. Ну, чтобы Урана забыли, что ли? А я ж говорила, что Урана. Так вы и раньше и не за то говорили. И не так. Ну, понятно же, что это этимологизируется из того же, что варуна так же или так. А Сатурн так дует сжавелос? Чи… Что означает Сатурн? Сэт-ур. Что означает Ур? Великий, величайший, превосходящий в словаре. Это описано и не только в словаре. Кто более древний, более великий, чем Сэт? Уран. При чем здесь Урана? Парун. А Парун и Уран – это уже разные люди стали. Митродавна, ну почему вы не собираете мысли? У вас нет ясности в понимании этого. Почему вы не сделаете ясность? Здесь или вы хотите изучить, и мы изучаем, или вы не хотите. Ну так вы сама себя запутываете, вы это понимаете? Несколько раз их слухала, и никто не заразумил. Так ничего вы не поймете, если вы будете просто слушать. Вы должны это пытаться понять. Вы мыслью должны проходиться по этим темам. Пытаться понять, как оно работает. И ясность нужно соблюдать. И некое подобие птичьего оперения на теле. Изображение Ра, который держит в руках, или возле которого находится, или внизу от которого находится, или в той или иной подчеркнутой зависимости, от которого находятся два или четыре других существа. Таких изображений огромное количество разных времен, разных народов, разной смысловой нагрузки. Поскольку, когда в тех или иных странах проводились религиозные реформы, то, соответственно, этот древний сюжет ввиду своей чрезвычайной архаичности, его просто так розчерком пера выкинуть не могли. Поскольку, вот просто однозначно приказать уничтожить данный сюжет вообще никак не могли. Он был на огромном количестве вышивки. Он был на огромном количестве разнообразной утвари, в архитектуре и так далее и тому подобное. Единственный был вариант только со временем постепенно переосмыслять данный элемент или просто ввиду того, что проводились разнообразные религиозные реформы, постепенно значение и смысл данного изображения был утрачен. И просто уже изображали некую фигуру, возле которой две другие фигуры. Точно такое же изображение, по сути дела, и на вратах Солнца из Перу. Единственное, вот здесь тоже очень важно этот момент отследить и правильно понять, что если касательно Трипольской культуры, касательно ее перерождения в Кимерию, в Скифию, в Сарматию, в Киевскую Русь, в Речь Посполиту, то это все прослеживается на одной и той же территории. Сохранялся в принципе один и тот же народ, который, да, разделялся, да, объединялся с некоторыми окружающими народами, да, постепенно менял элементы своего быта, а после насильственной христианизации и вообще ведическая культура ушла в подполье и было навязано христианство, да, менялся язык, да, особенно с наступлением христианства забывались ведические знания основной массой народа, но все равно от Трипольской культуры до Речи Посполитой прослеживается прямая преемственность, пусть и с изменениями, пусть и с разными другими нюансами, но прослеживается преемственность по всем параметрам территория, народ, язык и вероисповедание, если говорить до христианизации Руси. Если мы возьмем разные другие территории, территорию Ирана, территорию Индии, территорию той же Древней Центральной Америки, то получается, что на некоторых исторических этапах там как бы ведической символики не было, позднее ведическая символика туда попадает, проходит какое-то время, она постепенно разлагается, постепенно теряется ее осмысленность, и приходит новая волна миграции, и снова они приносят, возрождают какие-то древние элементы, и поэтому, если мы будем говорить о Древнем Перу, то важно понимать, что там изображение на вратах Солнца и другая подобная символика появилось только вследствие того, что в Перу путешествовали касситы. Касситы путешествовали с территории изначально Малой Азии и позднее Луристана, западный Иран, и, соответственно, они несли ту индоевропейскую ведическую символику. Если говорить о самом Иране, в Иране также присутствовала данная символика, где изображался сверху крылатый фаравахар, крылатый солнечный диск, и внизу от него изображались два неких существа. Существа часто намеренно изображались некой неведомой природы, в них намеренно совмещали разные биологические особенности разных видов, что бы подчеркнуть непривязанность данного изображения к какому-то конкретному сюжету. То есть это нельзя сказать, что это отображает какую-то конкретную историю в древности, что вот некий человек схватил за рога двух животных или там за уши. Оно всегда специально так изображалось, чтобы подчеркнуть символичность этого. И сейчас постепенно я буду касаться и символики, которая сохранилась на территории древней Равены, то есть в Италии. И если разобраться, там также есть изображение, где стоит Митра, и по обе стороны от него два льва. Вот здесь только один глюк такой, который характерен греко-римскому изобразительному стилю, что львы изображены в точности в соответствии с биологическими львами, и Митра, то есть Всевышний Ра, изображен в виде человека. Таким путем идея символизма здесь уже потеряна, хоть и символ остался, который был заложен. Во многих других изображениях, орнаментах с территории Равены сохраняется ведическая символика. В частности, сохраняется символика аналогично той же, которая присутствует на ранее рассмотренном элементе со второго зала. Там, где на такой стенке резной изображен лев в центре, ну, фактически львиная голова, вокруг него разнообразный растительный орнамент. Я не сделал целостную фотографию данного изображения, я сделал ряд фотографий частичных. Поэтому сейчас вот я их совмещаю и предоставляю вам. Вы видите полоски, которые как бы с разных фотографий. Я когда буду в следующий раз в музее, я постараюсь сделать целостную фотографию. Плюс там еще один есть шкаф, на котором также сверху присутствует изображение символов богов, также присутствует изображение трех птиц, и между стулом с изображением белобога и чернобога, эстонбога и чеслобога. И между самим этим предметом там присутствуют такие еще сундуки, на которых также и Матерь Слава изображена, и ряд других божественных символов. И это также мне когда-то еще придется в следующий раз приехать, отфотографировать и вам предоставить. На данный момент, к сожалению, такой возможности нет, поскольку во Львове я бываю не часто, и последние разы, когда я там был, приходилось заниматься другими делами. Как бы общие планы видения и второго шкафа, и сундуков я предоставляю. Но вот если возвращаемся к той стенке, которую я уже многократно рассматривал, то ее композиция в значительной степени аналогична той, которая присутствует на саркофаге из Равенны. В центре на саркофаге присутствует изображение птаха в виде тризуба, нисходящего вниз. Сверху присутствует изображение головы льва. Если мы возьмем предмет музея львовского, то, соответственно, там наоборот. Там птах изображен в самом верху, сидящий в тризубе. В тризубе, в цветке. А чуть ниже изображен лев, голова льва. В какой-то степени вот эта композиция аналогична тем, которые присутствуют на колоннах музея западного искусства в Одессе. Но здесь нет прямой аналогии. В принципе, и на других зданиях, и в Одессе, и в том же Львове, есть подобная композиция. Однако, вот именно на этой стенке из музея вся символика отображена в своей полноте и чистоте. На саркофаге из Равены есть уже погрешность. И, в принципе, еще огромная предстоит работа по тому, чтобы собрать подобные разнообразные предметы и осмыслить их символику. Отчасти я этого всего уже касался и приводил символику аналогичной как со стульев, так и с других предметов. В частности, там под стеклом присутствуют также некоторые такие скрыньки, на которых присутствует мировое древо. И это мировое древо также имеет аналоги. И все это, конечно же, имеет аналоги и с ассирийской стеллой в Музее изобразительного искусства имени Александра Сергеевича Пушкина в Москве, и с древнеегипетским саркофагом, который я осматривал и о чем есть соответствующие видео на моем канале. Поэтому тех, кто интересуется данной темой, я призываю, соответственно, изучать те материалы, которые есть на моем канале, а их там достаточно. Ну и плюс, чем дальше, тем больше я буду стараться рассматривать отдельные грани данной символики и доводить до вас выводы значения этой символики.